Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новый задний свет для шоссейных велосветов от Triple B. Triple B, в принципе, очень популярная марка, я думаю, многие из вас знают. Моделька называется BLS-86K. И, конечно же, не спонсирован, но реклама не оплаченная на этом канале, как обычно, и поэтому независимое мнение будет. Я использовал этот задний свет уже довольно-таки продолжительное время, и могу сказать, что время, указанное производителем работы, оно примерно работает и в реальности. Но, собственно, вот так вот это все приходит, вот такая вот упаковочка. Всем тем, кто из Германии, полезно будет знать, что этот свет фактически можно использовать на дорогах общего пользования в Германии. Это значит, что здесь нет модуса, который постоянно мигает, например. Это запрещено в Германии использовать как основной свет, по крайней мере. У нас имеется сам свет, потом три различных резинки, и свет крепится за счет вот таких вот носиков на корпусе. Здесь я уже только что заряжал, поэтому вот такая вот резиновая заглушка для микро-USB, то есть обычный микро-USB, еще не USB Type-C, но все равно, по крайней мере, не мини-USB, совсем уж древний. И по весу давайте тоже сразу посмотрим, сколько эта штука весит с одной резинкой. Так, резинка не весит, скорее всего, ничего, но сам свет 32 грамма. Мой старый свет IX Post от BM, он весит немножко больше, резинка уже порвалась, я кастомную использую, она еще пару граммов весит, в общем, 63 грамма. И здесь я хочу сказать, что встроенный аккумулятор определенно имеет свои плюсы. Так, посмотрим, как этот свет работает. Не беспокойтесь, в сумерках или просто в темноте отдельные ролики будут в конце этого видео. Но вот так вот это все происходит в плохих, я бы сказал, световых условиях. Сегодня довольно-таки пасмурно, и я бы использовал даже в таких, в принципе, условиях, потому что все, если вы серое используете, серые тона в одежде, ваш велосипед не особо яркий, то светом можно подчеркнуть ваше нахождение на дороге, собственно. И небольшой момент по аккумулятору. Мой старый свет, в принципе, был отличным, я бы и не стал менять, разве что вот минус у него это аккумуляторы. Здесь он на батарейках, не заряжается, батарейки постоянно нужно будет разные покупать, либо, конечно, использовать аккумуляторы, для которых нужно покупать отдельные зарядные устройства и заряжать. Короче, не совсем это по мне, но этот свет очень-очень долго держит. В том числе у него нет индикатора, когда батарейки заканчиваются, то есть нужно батарейки с собой возить, поэтому. У этого света имеется индикатор, когда вам останется, скажем, проехать 10-15 километров, и тогда вы можете уже понять, что, окей, нужно домой. И я в этом плане рекомендовал бы именно встроенный аккумулятор. Да, его сложнее сменить, если аккумулятор сломается. Сложно, но, однако, возможно. И, опять-таки, есть гарантия. И все-таки удобство того, что это все можно легко и просто зарядить, решает в данном плане. Я уже не говорю про вес. Кому это вот как раз нужно? Более 30 грамм можно здесь сэкономить. В том числе я рассмотрел несколько задних фар для велосипеда. Можете посмотреть в отдельном видео некоторые из них. И основной плюс этого света, то, что его можно закрепить фактически на аэрорамах с этим гигантским плоским подсиделом. Для этого как раз вот побольше резинку можно использовать. Ну и давайте на практике покажу, как это крепится. Собственно, вот эта часть прорезинена, чтобы не травмировать вашу раму или что, или подсидел. В зависимости от того, куда вы крепите. Можно и сюда даже закрепить, даже на часть рамы. И, собственно, обволакиваете вашу раму или подсидел. Оп. И все четко стоит под хорошим углом и работает. Сверху обозначены значки, что молния, это мол, заряжается. И восклицательный знак вроде как кончается. Заряд у всего устройства. Он в том числе защищен от воды. И этот вопрос ему совершенно не страшен. Поэтому я считаю, что именно эта фара, Triple B, действительно лучшая в своем ценовом сегменте. И она одна из самых легких. Ее видно, 180 градусов. Отличное время работы от одного заряда. Зарядка по microUSB, LED. Все четко. И это тот выбор, который я бы рекомендовал всем.